МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тверскую региональную спортивную общественную организацию Тверь Каяк Клуб. Среди моих гостей президент этой спортивно-общественной организации Михаил Орлов. Миш, добрый день. И члены этой спортивной организации Игорь Анатольевич Канюхов. Правильное ударение, да, Игорь? И Тимофей Игоревич Канюхов. Я так поняла, что Тимофей сын Игоря. Правильно поняла? Смекнула я, да? Значит, сегодня у нас информационный повод. Я думаю, что он вселит в жителей нашего региона определенный оптимизм. Потому что началась весна. А если началась весна, значит, в Твери, в столице нашего региона, проводится уже традиционное соревнование «Тимацкий перекат». И если «Тимацкий перекат» прошел, значит, это уже такая сигнальная ракета, что ребята поэра в путь-дорогу. Так, давайте вот об этом соревновании несколько. Миш, с вас начнем, да? Что это за соревнование? Ну, хотя, наверное, «Тимацкий перекат» даже, кто не имеет отношения к бурной воде, слышал это хотя бы раз в жизни. Что мы можем сказать? Сколько раз проводятся соревнования? И в чем они меняются ли из года в год? Ну, «Тимацкий перекат» — это, значит, наверное, старейшее соревнование в Тверской области, да не только в Тверской области, может быть, и в России, по вообще водному туризму, каякингу и все, что связано с бурной водой. В этом году это будет сорок третий «Тимацкий перекат». Это сорок три года. Сорок третий. Но больше, потому что он проводится с 75-го года, и несколько раз он не проводился. Он не проводился в 20-м году. Потому что пандемия, да? По известным причинам. И три раза он не проводился, потому что не было организаторов, скажем так. Старое поколение уходило, новое еще не хотело этим заниматься, и три раза он не проводился. Миша, сразу вот вопрос организаторов. Кого нужно организовывать и кого нужно сплачивать вокруг этих соревнований? Что в основном, какая задача организаторов? Ну, я могу просто разделить и сегодняшний момент, и былые времена, да? То есть, был раз со Советского Союза существование клуба туристов в Твери и Тверской области, никого не надо было сплачивать, просто клубы туристов приходили сами. Участников было очень много, но это все были подведомственные клубы. А, значит, ну, когда они закончились, это закончилось в начале 2000-х, ну, в конце 90-х годов, это превросло уже, скажем так, в самодеятельность. То есть, каждый там, ну, клуб или формирование каких-то людей, которые хотели там повысить свое мастерство вот в водном туризме, в хаякинге, они собирали, значит, эти соревнования, то есть, ну, вешали трассу, организовали судей, приглашали участников, приглашали участников из других городов. То есть, если 20 лет назад это были только Тверские соревнования, то на сегодняшний день это Тверские соревнования на 20%. Это праздник для жителей Твери и Тверской области, но принимает в нем участие большинство уже, я бы сказал, и профессиональных спортсменов там. А место, место случайно было избрано, место, место одно и то же, вот все эти годы, да? Ну, я расскажу предысторию, то есть, в 75-м году, там, это бы называлось соревнование на приз газеты «Калининская правда». И еще тогда выходила газета «Калининская правда». Да, 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 и, значит, там главный редактор, насколько я знаю, этой газеты, значит, задумал соревнования именно в городе, потому что, значит, предыстория такая, что были туристы, у которых и там, и уже туристы-спортсмены, у которых были байдарки, но никто этого не видел. У них все соревнования проходили за городом, далеко, между собой. И была идея, чтобы прямо в городе показать эти соревнования. Они вначале были как длинная гонка, это был длинный-длинный сплав. Ага, и в тот период первым, да? Да, который в конце заканчивался полотиной. А потом уже сам длинный сплав был менее интересным, хотелось, чтобы люди приходили на определенный участок реки, сложный, да, ну, в данном месте, чтобы там была бурная вода, и можно было всем людям зреться. Соответственно, полоток людей был очень большой. Да, вообще-то это довольно-таки зрелищно, да, уважаемые друзья? Вот посмотри, даже тем, кто не понимает в водном туризме ничего, там правила-то можно понять и даже просто посмотреть, что делают люди. Ну, в общем-то, конечно, в общем-то и есть цель, потому что, скажем так, новичку участвовать в сегодняшнем тиманском перекате очень сложно, потому что это холодная вода, она, это бурная вода, она специфичная, то есть нужно что-то уметь. Ну, нужно либо где-то потренироваться, там, ну, например, там в бассейне бывают тренировки, да, и как-то выйти на эту бурную воду. То есть первый, для первого выхода на воду это очень сложно, я сразу скажу. Это очень сложно. Игорь Анатольевич, вы сколько раз участвовали в тиманском перекате, в вашем опыте туристов? По-моему, с 2009 или с 2008 года, вот, на регулярной основе, когда вот уже мы вот в этой команде. Ага, уже сейчас, я так поняла, Тверь Каяк-клуб организатор выступает, да? Уже 20 лет, можно сказать. Ну, а Тверь Каяк-клуб, как Юра Вельцов, стал с 2013 года, а по сути мы организуем материнство с 2007 года. Я помню, был Тверь Клуб Пролетарка, он сейчас существует. Тверь Каяк-клуб это правоприемник. Правоприемник Пролетарка. Когда вот мы познакомились много лет назад, это называлось Пролетаркой. Кстати, вот Миша сказал, что новичкам сложно туда выходить, потому что холодная вода. Вы, кстати, уверены в том, что 3 апреля намечено соревнование, река уже освободится, как? Ну, по прогнозу погоды... С синоптиками мы договорились на это? Пытаемся договориться. Вот пока прогноз погоды к этому, скажем так, благоволит. Вот. Есть основания полагать, что к 3 апреля будет уже достаточный для проведения соревнований уровень воды. Поэтому, более того, мы уже было потепление в феврале, мы тренировались уже на воде. А надобавлю, что, в общем-то, это никогда не мешало. Это не мешало, да? Да, ну, главное, ну, вода какая-то, но она будет, то есть подъем воды будет. А, как бы, спортсменам, участникам обычно главное иметь, как бы, азарт и желание. Поэтому никогда от никого не останется. При этом сейчас довольно у всех современные гидрокостюмы и, в общем-то, моды. Да, давайте еще раз объясним тем, кто ни разу не слышал про такие соревнования, где это находится географически в Твери? Значит, это район Первой горбольницы, значит, пересечения улиц Бурагина и Беряковского переулка. Там есть пешеходный мост через реку Тмака, который соединяет старые морозовские казармы, да, фабрику Берга с, значит, левым берегом Тмаки, недалеко, получается, от центрального рынка. Значит, как я по себе скажу, я участвую в перекате. В первый раз я вообще там побывал в 99-м году, а вообще с 2000-х годов я начал участвовать. Или в 2001-м, точно не скажу. Всегда было такое, значит, это было для горожан, значит, прогулка с детьми, внуками, приходили смотреть. Да, я просто помню, само первое впечатление до солнца, первый весенний день практически. И такое действие красивое, с семьями приходят, да. С семьями, да. То есть было, ну, и сейчас я скажу, что популярно, то есть, но, может быть, сейчас много чего можно посмотреть, да, выбор-то большой, скажем так, и развлечений, и всего. Сейчас люди приходят, там, ну, на время, там, час-два проведут. Были, там, более старые времена, там, чуть ли не днями люди проводили, целый день с утра до вечера проводили. А, кстати, вот этот участок бурной воды, он естественный, или там приходилось эту бурную воду создавать искусственно? Изначально это искусственное сооружение, плотина, причем которой порядка 150 лет уже. Вот, она была построена вместе с фабрикой. Вот, но мы своими силами уже в течение 10-15 лет практически каждый год ее чуть-чуть ремонтируем. А, то есть там прийти и рабочие такие моменты необходимы, да? Как раз когда летом, в конце лета, в начале осени низкая вода, мы туда по пояс в воду залезаем, убираем мусор, выпиливаем там ненужные бревна, вставляем новые, чтобы направлять, куда нам нужно на соревнованиях для более оптимальной трассы поток. Вот, то есть она постоянно, скажем так, постоянно мы ее стараемся ремонтировать. Но доходило до смешного, например, когда мы лет 10 назад мы вколотили металлические трубы, причем это были старые ржавые черметы. Да, такой известный приемчик трубы. Да, которые держали плотину. Так каково наше удивление было, когда ранней весной мы пришли и все практически трубы, их было порядка 10 или 8, были вытащены, причем даже со средины реки. Сдавать на цветмет, что ли? Да, 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 ну там, скажем так, стоимость всего этого была настолько низка, мы удивились, что даже ради этого люди полезли на средину реки. Ну и плотина разрушается, что уговорить, ей очень много лет. Понятно. Уважаемые друзья, давайте прервемся на небольшую рекламу, а потом вновь вернемся в эту студию. Не переключайтесь, будет интересно. Уважаемые друзья, еще раз здравствуйте. В эфире программа «Тема дня» с вами Ирина Чекунова. В гостях у меня представители Тверской региональной спортивной общественной организации «Тверь Каяк Клуб». Мы говорим о 43-м по счету фестиваля бурной воды «Темацкий перекат 2021», уже 43-й по счету. 3 апреля этого года планируются соревнования. Уважаемые друзья, насколько это безопасно? Вот, допустим, кто-то может быть говорит, да вот они совсем обалдели, ребята такие трюки выполняют. Я знаю само по себе, конечно, водный спорт, он травмоопасен довольно-таки, надо многое уметь. Относительно безопасности, которую вы организуете для участников соревнований? Ну, непосредственно для участников соревнований там у нас имеется страховка в виде там страховки спасателей специальных берега. И каждый участник, который заканчивает прохождение трассы, он страхует следующего. Во-вторых, у нас, в общем-то, участники довольно сильно подготовлены, и, скажем так, у нас трасса не совсем для новичков, то есть практически все умеют выполнять эскиморский приворот, в общем, имеют должную подготовку. То есть это люди, не которые первый раз в жизни сели в лодку. И выпучи глаза, их вода понесла. Да, их столкнули как бы ногой от берега и сказали, едь. Нет, совсем все не так. То есть вот последние года у нас выигрывают соревнования ребята со званиями мастеров спорта и заслуженных мастеров спорта. Ну, из Москвы, правда, не местные. Но подготовка очень серьезная. Кстати, Миш, а есть и в других регионах подобные эти манские перекаты, такие вот участки в других городах бурной воды, где можно проводить подобные соревнования? Или к нам едут потому, что только у нас такое в ближайшей округе? Ну, если брать Москву, например, то у них там подобных трасс, подобного места, вот именно с бурной водой. А нет, сейчас строится искусственный канал, по-моему, в Богородском. Но это еще долго будет, и он строится для спорта высших достижений. То есть любители туда, может быть, даже и пускать не будут. Поэтому москвичи к нам с радостью приезжают. Вот как только мы с 7-го или с 9-го года мы восстановили грибной слалом, стали проводить по грибному слалому соревнования. Вот сразу же у нас количество участников 50+, 60-70, вот где-то так. И вот москвичи, но еще такой момент, что едут не только, ну, трасса, да, должна быть интересная для спортсменов, а едут пообщаться, едут посмотреть, перенять опыт организации соревнований. Поэтому к нам приезжают не только из Москвы, к нам регулярно приезжают наши друзья, товарищи, коллеги, вот по спорту, из Великого Новгорода, из Санкт-Петербурга, из Нижнего Новгорода приезжали, даже из Барнаула приезжал. Вот более того, уже 3 или 4 года мы смело можем вполне обоснованно наше соревнование называть международными, потому что к нам приезжали из Эстонии. Да, это задние уже зарубежные. И тут еще такой момент, что у нас не только взрослый зачет и не только юниорский, но даже еще мы ветеранский зачет проводили, 60 или 65, плюс в зависимости от участников. У нас, в общем, была география участников, как раз из Эстонии приезжали, как сказать, ребята, дяденьки, участники. Он ему, значит, дяденьки, это он 49-го года рождения. Ого! Нет, даже я, наверное, веру, 46-го. В общем, ему было 74-го года. У нас был... Не стареть души ветерана. ...тиманский перекат, да, какой-то, не помню, какого года, 17-го, то есть, или 18-го. У нас выступал Тимофей, которому было 14 лет. И вот там из Сталина, значит, Николай, которому было 74 года. Ну и считаю необходимым отметить нашего тверского ветерана, который до сих пор тренируется, Виктор Соболев. Ему тоже... Ну, по-моему, 70-ти. ...70-ти, да. Честь и голова ветерана водного туризма. Его младшие товарищи, которым по 60, уже приходят посмотреть и говорят, мы старенькие. А дядя Витя, он выступает, и причем выступает он далеко не последние места, занимает, борется с москвичами. А уж в ветеранском зачете там они, прям у них такая заруба была. Вот, с эстонскими товарищами санкт-петербургскими. Вы сами сказали своим ответом, что предела возрастных ограничений здесь нет. Как вот, допустим, Тимофей, тебе сколько нынче? Мне 16. Тебе сейчас 16. Ты выступать когда начал на Тиманском переграде? С 2014 года. Это уже у нас прошло. Давайте считать, сколько. Семь лет. Семь лет. Это значит, начал с 9 лет. С 9 лет. С 9 лет. Уважаемые друзья, вот те, кто видит этого мальчика, который здесь сидит на студии, я теперь скажу его регалии. Это участник водных походов экспедиции высшей категории сложности по России и миру. Кандидат в мастера спорта по фристайлу на бурной воде. Призер первенств России по фристайлу на бурной воде. Член молодежной сборной России по фристайлу на бурной воде. Участник чемпионата мира по фристайлу на бурной воде. Еще можно, наверное, продолжать. Тимофей, когда успел? И вот знаешь, что меня интересует? Миша говорил, что первый раз лучше не соваться новичкам на воду тиманского переката. А вот ты где учился? Не новичком туда ты вышел на эти соревнования? Ну, разумеется, не новичком. Меня с детства отец приучивал к этому виду спорта. Водил в походы. Помогал мне развиваться. То есть, с лет семи я уже сам сидел в лодке. И спустя некоторое время, количество, я уже выступал на тиманском перекате подготовленный. Кстати, лодка, это был каяк изначально или начинается с других лодок? По теории и у него было все правильно. Идеально начинать как раз с одноместной, самой легкой, самой маленькой лодочки. Либо слаломной, если грибной слалом, либо фристайловой, если фристайловой. Ну, в качестве похода-то я добавил, поскольку я тоже свидетелем этих событий. И он начинал в качестве маленького в возрасте, 5 лет, его просто провели в поход, как седоком, грубо говоря. Он просто ехал и смотрел. На катамаран. На катамаране. Он говорит, что в 7 лет он уже сам начал в каяке. Мы все в основном занимаемся каляком, либо байдаркой. То есть, когда ты самостоятельно уже начинаешь гребли. Он имеет в виду, проедешь. Когда ты начал самостоятельно. Именно самостоятельно. То есть, не то, что его посадили в лодку, ткнули с папой и сказали, ты доплывешь. Нет. Он имеет уже разумные действия, которые ты предпринимаешь сам, понимая, что ты гребешь, у тебя есть свое собственное весло, и ты один. Тимофей, чем хорош каяк? Почему именно каяк? Ведь другие сплавсредства тоже существуют. Ну, во-первых, каяк – это спортивный снаряд, предназначенный для грибного слалома, фристайла. Он усовершенствован, в отличие от катамаранов, приспособлен для экстремальных видов спорта. Это я… Кто не представляет себе, давайте опишем, что такое коньяк… Коньяк, оговорочка. Что такое каяк, да, где каяк, там коньяк не предусмотрен, сразу скажем. Что он собой представляет? Я просто когда-то пробовала, я тоже училась когда-то делать эскимосский переворот. Для меня это было непостижимо. Вы знаете, принципиальное отличие от других туристических судов, как Торафт, Катамаран – это водоизмещение. То есть, Катамаран – это тонна 200… Да, вот мы ходим в водные походы именно на Катамаране. Четвертый – это две тонны. Каяк – это… Взрослый каяк – это 250-300 литров современный. А его каяки… Вот, у него первый каяк был маленький, там вообще, по-моему, 100 литров было. Это делается специально под человека или такие приобретаются? Ну, подвес, подвес. Они серийные. Подвес. Да, подвес. Как из-за такого водоизмещения, собственно говоря, оно позволяет чувствовать воду. Ну, буквально маленький валик даже. Ну, если Катамаран большой едет, он маленький вал задавит, грибцы ничего не поймут. На каяке же, вот, каяк сразу дает понять, соответствует ли уровень сложности реки опыту грибца. То есть, потому что уже выйдя на струю, ну, неопытный человек, он сразу перевернется. То есть, скажем так, каяк обеспечивает больший контакт с водой, обеспечивает ее лучшее чувство, и уже, и поэтому тренироваться лучше на каяке, потому что кто учится, он сразу понимает. Он грибанул, каяк повернулся. На Катамаране сколько раз надо грибануть, чтобы четверку развернуть? Ну, я бы добавил то, что, вот, просто, что такое каяк, это одноместное судно, лодка, да, которая, там, бывает, их множество вариаций, спортивные, длинные каяки для слалома. Вот он по фристайлу, это короткие лодки, меньше двух метров, которые исполняют акробатические всякие трюки. То есть, выпрыгивают вверх из воды, боком, там, вперед, сальки, сальки. И все это выпрыгивают, если это не выходя из лодки, да? Да, 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 и лодка, то есть, ты в каяк садишься, распираешься ногами, лодка закрывается фартуком, юбкой, и вот это представляет себя каяк. То есть, это одноместная лодка, можно сказать, байдарка, только одноместная, и у нее, она вся закрытая, в конце концов, так закрывается. Ну, вот можно сказать, что Тимофею повезло, потому что у него папа, наставник и учитель. Тимофей, что самое сложное было вот в этой учебе, и где проходила учеба? Это на гладкой воде, на теплой воде, да, сначала, в первой шаге осваивает человека? Поначалу, конечно же, все проходило на гладкой воде. Не могу сказать, что она была теплой. Всегда. Но у нас здесь, в Тверском регионе, учился. Да, на Вологе, на Тьмаке, там, где ровно. Просто учиться грести и научиться самому главному, вискомоскому перевороту. Это основа этого вида спорта. Он сразу добавляет всем уверенности. Я прям по нему было заметно, как только он понял для себя, что он умеет делать эскимоский переворот, причем не только в бассейне, в теплой воде, в идеальных условиях, но и на реке, при течении, когда... Да, течение, когда идет. Да, там, течение вырывает весло, если ты привернулся, и там какие-то препятствия на дне могут каски прикасаться. Вот когда и у него, и у остальных, кого мы учим, появляется уверенность, что я могу сделать эскимоский переворот, и это получается, сразу же у человека намного меньше страха становится перед препятствиями уже в походах, перед прохождением каких-либо порогов. Уже больше человек думает, как пройти именно красиво. Ну, наверное, надо еще добавить, что эскимоский переворот, что это такое? Это когда человек сидит напрямую в лодке, переворачивается лодка, и специальным движением весла под водой лодка возвращается на ровную киль. Да, потому что ведь каяк, он довольно-таки неустойчивый, да, вот особенно такое сооружение? Я хотел сказать, что почему лучше учиться вообще на кирике, потому что сесть на катамаран, сесть на лодку, любую большую лодку, просто, и люди начинают, а, что мы поедем сейчас в поход, третий, четвертый категорий сложностей, и он все прощает. А когда они начинают усложнять до такого уровня, что случаются опасные аварийные ситуации, все становится плохо, иногда и совсем плохо, да. А вот каяк, ты, вот ты первый раз сел, ага, погреб на ровнике, а там чуть-чуть на струйка приехала, на зеленый тазик, немножко сечения есть. Ты уже понимаешь, что, ага, не так все просто, как тебе кажется, и соваться в сложные пороги тебе не захочется, пока ты не научишься. А что, как быстро освоил Тимофей эскимосский переворот? Сколько времени потребовалось? Думаю, на протяжении нескольких месяцев. То есть, несколько месяцев отработал. Ну, как человек, чтобы научиться играть и фортепьер, и играть? Много-много. Люди очень разные. Ну, непосредственно технические движения в идеальных условиях, это кто-то вообще за одно занятие, за два часа. Вот надо зайти с человеком в воду по пояс, двое помощников, и поставить ему движение. Есть люди, не скажу, что прям только особо талантливые. Ну, это же ведь в голове что-то, да? Это еще психологически нужно себя наставить. Да, 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 да. Особенно у детей. Можно быть спортивным человеком все равно. Сложно уговорить перевернуться в воспитанник. Да, да, да. Я вот, если добавить конкретно про Тимофея, то важно еще, ну, снаряжение и лодка. То есть, мы, например, ему изначально нашли лодочку, она была маленькая, но ему все равно она была великовата. Когда увидели москвичи, опытные тренера, они сказали, ну, зачем вы ребенка мучаете? Вот, ему нужна вот такая-то лодка. Вот, мы когда ему нашли лодку прям под размер, вот, и хорошую лодку, вот эти несколько месяцев, вот, про которые он говорит, превратились, вот буквально в две недели он уже в ней стал делать с кемоской перевороты. То есть, получается, несколько месяцев как теоретическая подготовка была, а теперь вот, пожалуйста, на практике мог перевернуть. То есть, несколько месяцев он мучился, а потом, когда уже получил лодку под его размеры, правильно там сел, вот, и сосредоточился, то есть, это несколько тренировок он уже отточил. Мне кажется, что мы вот проводили разные школы там в свои разные времена. Мы, наверное, мне кажется, научили вставать, так или иначе, всех. Но у кого-то ушло на это 20 минут, а у кого-то 5 лет. Да, да. А, вот так через 5 лет ты все равно перевернешься, называется. Да, то есть, кто-то 3 раза перевернулся, он все быстренько понял, а кто-то 200 раз перевернулся, и у него пока не уйдут никак. Ну, и психологический момент играет, конечно... Психологический, это очень важно. Кстати, уважаемые друзья, вот он, я начала с чего? Тимофею учил папа, потому что папа рядом, и как бы все вместе он видел это еще с пеленок, что называется. А где вот у нас ребята могут научиться в Твери? Где этому можно научиться? Где можно встать на каяк и научиться тому же Скиновскому перевороту? Мы уже с 19-го года, я вот перед передачей посчитал, мы с 19-го года с ребятами перешли от, скажем так, тренировки взрослых, которые сами к нам приходили, мы попытались организовать комплексную систему взрослая школа каякинга и детская секция. И мы действительно полностью на энтузиазме. Через нас прошло несколько десятков только юниоров. В общем, мы их организовали как групп, как общественное хозяйство для того, чтобы развивать каякинг и водный туризм массово. То есть, чтобы можно, можно сказать, с улицы пришли, и можно начать заниматься. Несколько лет было такое, что у нас был бассейн, когда был бассейн, мы приглашали детей, прямо детей. Бассейн, вот какой-то Тверской бассейн, да? Это был бассейн «Пролетарка», это, конечно, все было на коммерческой основе, мы пытались с ними договариваться, все равно это, вот мы хотим сказать о наболевшем вопросе. В общем, у нас был бассейн, мы приглашали в конце осени детей, и с детьми в бассейне тепличных условиях занимались. Всем было не страшно, хорошо, детей было. Но вот у нас было, есть такие разные соревнования, помимо там Тимацкого переката, есть за стороны Торжкета, там в Деленой Тайзике, есть такое закрытие водного сезона. Вот мы какое-то закрытие водного сезона в 15-м году провезли, где у нас было 10 детей там выступало, от 10 до 14 лет, ребята разные. Сейчас они там, кто разбежался по-разному, ну так или иначе кто-то катается, скажем, кто-то умеет что-то делать. И бассейн очень помогал, сейчас бассейн не существует, «Пролетарка» на ремонте, а... А что, в Твери больше нет бассейнов, или больше нас не подал вообще? Глубину и ширину больше не пускают. К сожалению, говорится невозможно, проще скажем. То есть, ну, наличие бассейна, это необходимые условия для нормальной работы вашей школы? В принципе, да, потому что вот в тепличных условиях, скажем так, дать начальные навыки, намного психологически проще переворачиваться не в холодную воду, а в тёплую. Намного проще, когда нет течения, препятствий, и всё видно. И тогда уже к весне, отзанимавшись даже зиму, осень-зиму, к весне человек, в принципе, немного ещё потренировавшись, может уже участвовать в Тимасском перекате, например, и ездить на несложной речке с нами в походы. Вот. Без бассейна это сложнее, потому что, да, летом мы ведём тренировки на Тимасском перекате, вот, мы делаем выезды на Акуловский славуный канал, в Новгородскую область, вот, это самое место для тренировок, самое недалёкое. Есть ещё Тула, под Тулой место. Ну, Тимофей расскажет, где он был в прошлом году. Вот. Да, можно готовить и на открытой воде, особенно летом, но это сложнее, это дольше, и больше людей отсеиваются. Ой, у вас холодно, потому что, ой, у вас, ну, по первости, человеку нужно, когда ещё эскимосский перевод не очень получается, часто приходится вылезать из лодки. Была договорённость с пролетаркой, мы там тренировались позапрошлым году, вот, а когда у них начался ремонт, и вот, который до сих пор, как мы понимаем, продолжается, но мы интересовались перед Новым годом, до сих пор бассейн был закрыт, вот, а в другие бассейны нас не пускают, к сожалению, по тем или иным причинам. Да, давайте мы сегодня обратимся к тем, к властям города Твери, тем, кто полномочен решить эту проблему. Мы же говорим об этих тренировках не ради самого тематского переката, который вот пройдёт у нас один раз в году, откроет он водный сезон, и всё, и дальше можно разбегаться. Мы говорим об образе жизни, потому что вы же учите, научив человека, как владеть этой лодкой, как делать определённые вещи, человек выбирает совершенно другую дорогу, для него открывается мир, можно сказать, да? Для него открывается похода. Вот у нас сидит Тимофей, 16 лет пацану, да, и уже сколько походов, и уже в фестивале, я ещё раз напомню, член молодёжной сборной России пофристайл на бурной воде. Да, ведь это же совершенно жизненно изменилось твоё. Ну, конечно, я стал больше путешествовать, тренироваться. Это как вторая жизнь такая. А с учёбой в школе как удаётся это сочетать? Да, совмещаю. С оценками? Потому что основной сезон приходится на весну-лето, а лето у меня каникулы, поэтому как-то полегче. А вот фристайл на бурной воде, вот ребята уже говорили, что это акробатические трюки. Да, то есть суть в том, что существует определённая волна, «Плейспот». Участник заезжает, и за 45 секунд должен сделать определённое количество элементов из таблицы, которые оценивают судьи. А долго вот этому... Ну, это всё поэтапное, да? Ты обучался вот этому. Сначала мы начались с Комунского переворота, да, потом уже начались... Потом... Сначала он научился сидеть в лодке. Сидеть, да, давайте, да. Начало сидеть в лодке. И вы бы в этом бассейне тоже бы научили, как сидеть в лодке и как не бояться той же самой воды. Ну, ему повезло. Тогда бассейн был... Я бы даже сначала научился садиться в лодку. Да, 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 это... Потому что многие люди переворачиваются, не сев в лодку. Они только попу туда кладут, и уже они под водой. Я говорю, что случилось? Они говорят, мы не хотим больше этим заниматься. Всё. Кстати, Тимофей, владение, вот таким же, можно сказать, виртуозное владение такой лодкой, как каяк, оно в реальной жизни, в реальных походах, оно помогает? Вот я знаю, что в прошлом году ты ходил в походы, да? А вы ходили на других лодках или непосредственно тоже на каяках? Каяки по фристайлу отличаются от каяков для сплава. Каяки по фристайлу, как уже сказал Миша, они более короткие, предназначенные для того, чтобы крутиться в воде. А каяки для сплава, они более вытянутые. Задран носик, лодка дутенькая, и чтобы проходить пороги. Наоборот, давить, препятствие, ну то есть не зарываться, потому что лодка фристайла, она наоборот приспособлена, чтобы вертеться, крутиться, а в походе-то наоборот. Да, там вертеться не надо. Да, нужно проехать препятствия, поэтому сплавная лодка, они отличаются, но он тоже на каяке ходил. А, кстати, в каяк, как в байдарку, можно вещи-то с собой, ты же идешь в поход не на два дня? Во фристайловую лодку, естественно, ничего не положить, там все очень тесно, а вот, и в славу мной тоже, а вот в каяк сплавной на самом деле много можно положить, ну, как вот старые туристы, которые ходят на катамаранах, они удивляются, как вы на таком каяке, неделю там в автономке, например, ну, неделю, может быть, это уже там сложно запихать все, но вот на пять дней, ну, в частности, мы вот с Михаилом, это был 15-й год, мы были в Непале, сплавлялись в речках по Непалам и по речкам Гималаев, и там у нас была автономная экспедиция на речку Корнале на четыре дня, за четыре дня мы проехали 180 километров, вот, и коврики, спальники, еду. Мы все везли с собой. Все с собой, все с собой. Это как будто мы на катамаране видим, ведь это же тоже нужная определенная гидроупаковка. Это очень дикие края, там нет ни дорог, в общем-то, там есть люди, которые живут по речкам, ну, это такие, нам покажут, что это аборигены, скажем так, у них есть тропы, которые соединяют друг друга деревни, они там живут. Мы просто, в общем-то, сплавлялись, когда заканчивали день, останавливались на пляже, разбивали себе лагерь, готовили пищу на костре, как обычно, у нас было все с собой. Извините, уважаемые друзья, давайте все-таки скажу, ваше регалии, что называется, у вас, как у Михаила, так и у Игоря, значит так, за спиной, водные походы экспедиции высшей категории сложности по России и миру, одном таком мы сейчас упомянули, да, многократные победители и призеры региональных соревнований по гребному слалому, водному туризму, участники международных экстремальных соревнований по каякингу. И так напоминаю, что сегодня у нас в гостях Михаил Орлов, это президент, да, спортивно-общественной организации «Тверь Каяк Клуб», Игорь Анатольевич, это член этой организации «Тверь Каяк Клуб», где у нас можно еще на каяках походить, бурная вода у нас в регионе есть, куда по нашему региону-то можно сунуться, владея, допустим, этой техникой. Ну вот, если брать наш регион, то года с десятого, мы в марте-апреле, и даже в начале мая, у нас была такая задумка исследовать как раз небольшие речки Тверской области, которые в паводок могли бы из себя представлять, бурную воду с препятствиями, порогами, ну и, конечно, 90% речек, это сплошные завалы, даже по высокой воде, но мы нашли несколько речек, которые по весне представляют из себя вторую, третью категорию сложности, например, речка Старчонка в Старском районе Тверской области. Старский район-то вроде бы как и недалеко. Да, да. В общем, у нас есть несложная бурная вода в Тверской области, но только весной, при наличии снеготаяния и паводки. А вот давайте мы сразу скажем нашим уважаемым телезрителям и радиослушателям, что бурная вода, она обычно бывает после таяния, да, снега? Это вот почему ранняя весна, почему вот сейчас проводим тиманский перегад? все правильно, снег тает. Потому что потом это уже либо она высыхает, либо не будет вот этих вот бурлений. Будет ручей. Будет просто ручей, и по нему неинтересно. На равнинных территориях бурная вода может получиться только в паводок, когда тает снег. А в горах тают ледники. Ну, где кататься недалеко от Твери, тут еще стоит упомянуть соседний регион, Новгородскую область, Валдайскую возвышенность. Мы по Мстему ходили, по Мстему. Я там на Байдарке проходила, этот большой порог. Вот, но мы больше сейчас в последнее время ездим на полом. Ведь она посложнее. Наши друзья ходили туда. А Лосевский порог, вы туда ездите? Мы ездим на Небрадокс. Там жил две недели. Мне первоначально показалось таким страхом. Это что-то невероятное. А потом ничего как-то. А ты там тоже на кайке? Да, я неделю жил, катался, тренировался там. Ой, кто не знает, это просто надо хотя бы посмотреть по интернету, что это такое. Ну, по рассоревнованию упомянули, тех соревнований уже нет, которые там были. А, там выезжали на соревнования? Кубок России, да, это Ленинградская область, так, в сторону Финляндии на 100 километров. На сегодняшний день там же, там, это полигон для Санкт-Петербуржцев, которые там постоянно тренируются, занимаются, катаются. Ну, типа нашего тематского переката только для петербурга. только там, только он работает круглый год, и там может просто приехать человек, ну, коммерческий рафтинг там оказывает услуги, значит, прикоситься к бурному одессе с инструктором. чтобы это пройти, вот особенно, когда мы уже дали первичные навыки, то отличнейший полигон, единственный, кстати, в России, и, наверное, лучший в России, это славный канал в городе Акуловка, в Новгородской области. С 2007 года он уже начал функционировать, по-моему, в 2012 году его официально открыли, вот, и, в принципе, если там неофициальные соревнования, там есть инфраструктура создана, можно приехать, тренироваться, ну, там бывает тоже уровень воды, там зарегулированного плотиной, и иногда немного не рассчитывают, не договариваются с местными чиновниками, администраторы, но последние годы, по минимуму несколько раз в сезон, мы туда ездим не только участвовать в соревнованиях местных, но и тренироваться непосредственно. Это полноценный спортивный объект. Да, и мы вывозили туда скажем так, полуискусственный. наших воспитанников и детей и взрослых, да, на реке Перетна. Там изначально был порог, просто все сделали, причем сделали, можно сказать, по европейским стандартам, там достаточно все грамотно, хорошо сделано, там разная сложность, начиная от новичковой, вот, проще, чем у нас на зеленом тазике, и заканчивая там четвертой, пятой категорией, это посложнее, чем у нас на перекате, причем там полноценно сделан порог, вот, длинный достаточно, вот, там регулярно проводят соревнования по слалому и по, иногда по фристайлу, вот, туристические, вот, фестивали, подобные тематскому перекату, там проводятся тоже, вот, и вот тех, кто уже имеет какую-то подготовку, мы стараемся вывозить туда, вывозили и детей, и взрослых. Ну, сначала давайте про наш, про что происходит, но прежде чем перейти в наукциональскому перекату, Тимофей, порадуем наших телезрителей, пускай, как будто бы они тоже окажутся где-нибудь в походе, где удалось в 2020-м побывать, это несмотря на пандемию, да, вот, как вот мы в последний вагон скачали, были на Кольском, но это был август. В августе я успел съездить на Алтай с хорошими ребятами из Москвы. А познакомились как с ребятами? Это вы уже просто свой свояка знают наверняка. Ну, в первую очередь, каяйкинг, это очень хорошее знакомство, и большинство людей даже из-за компании этим занимаются. То есть уже походы не надо тебе выбирать, ты уже знаешь, кто с тобой пойдет в поход, что от него ждать, какой уровень подготовки. А что здесь для некоторых групп это проблема? Сейчас очень много объединяются люди со всех регионов России, это такая дружба, люди дружат, сильно с друг с другом, ездят в поездки, в походы, в путешествия. То есть, если у тебя есть желание, и у тебя нет компании в твоем городе, скорее, если ты уже куда-то ездил, скажем так, ты, скорее всего, уже кого-то знаешь, и кому-то можно прибиться, присоединиться и съездить. Если твоя компания в этом году по определенным причинам не может. И выгодно отвечать от Катамарана, что Катамарана как минимум один напарник, а тут ты один с коряком, и в принципе, вот, если можешь... Даже как минимум, это не как наш четверка, мы там в шестером иной раз сидим. Тимофей, вот пожелание твое, вот сейчас, может быть, нас слушают школьники, в общем, очень круто, вот это пацан крутой. Как этому научиться и почему этому надо учиться? Ну, я хочу сказать, в первую очередь, что сейчас нынешнее поколение, ну, не дам соврать, я тоже, мы ленимся, не знаем, чего хотим на самом деле, и вот хочется просто добавить в жизнь движения и посоветовать вот ребятам моего возраста, найти хобби свое любимое и заниматься этим упорно. Ну, я еще хочу сказать, прорекламировать его немного, там, у него, конечно, хорошие родители, но вот он в 16 лет побывал на чемпионат мира в Испании, съездил на Алтай, в Грузии был раза в 4. Это когда, ну, раз, и половина, то вот взрослый. Он сплавлялся в Шри-Ланке, это только сплавлялся в Шри-Ланке, в Словении, на Кольском и на Кавказе. Еще побывал... Это у нас герой, Тимофей. Вот вы просто подумайте, то есть количество там рек, я там не буду называть, но вот сколько он всего съездил. Это вот мы не даром говорим, что это вообще меняет жизнь, увлечение. Я хочу сказать, ну, вот там все скажут, а, вот там папа возит. Неправда, есть у нас другие люди, которые, просто пришедшие, грубо говоря, с улицы, которые тоже так же съездили. Просто они попали, как он сказал, в определенную компанию, захотели чего-то, подучились, потому что, ну, без этого никак, скажем, так надо все-таки стремиться к чему-то. И потом у них открылись возможности, то есть мы съездили туда, 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 вот так вот. Уважаемые друзья, поэтому давайте мы скажем, мы еще раз позовем, значит, 3 апреля, куда приходить? Сказали, во сколько начало ожидается? В 11. В 11 часов. Так, род соревнований, кто там будет представлен, какие виды? Будет олимпийский вид, грибной слалом, будут прыжки с рампы на каяках, будет экстремальный слалом, это такая, раньше назывался каяк-кросс, гонка, когда одновременно 4 участника стартуют, они должны коснуться определенных, на трассе объехать определенные тоже флажки, и кто первые двое приходит, выходит в следующий тур. И будет также в рамках Смазского переката открытый чемпионат Тверской области по фристайлу на бурной воде. Ну, тут мы рассчитываем, что вода будет, просто нам нужно, чтобы бочка работала, чтобы могли они элементы крутить. Вот эти 4 вида, собственно. Ну, я думаю, что вы договоритесь с погодой. Стараемся, да. Еще хочу сказать, что виды очень разные по своей структуре, то есть здесь, знаете, от очень спортивного грибного слалом, который показывал по телевизору на Олимпиаде, до, грубо говоря, так сказать, прыжки с рампы, это, скажем так, не для нас больше, а для тех, кто приходит смотреть. Для зрителей, да. Это потому что, ну, правда, опять же, нужно уметь, но, в общем-то, иногда получаются феерические всякие ребята и элементы, то есть там перевороты под собой, в воздухе и так далее, с приземлением на воду. Ой, это вы рассказываете, вот я всегда представлялась для себя, каякер это в чем-то безбашенный человек, потому что это безумно страшно. Это безумно страшно, но интересно, кстати, Тимофей, ты будешь участвовать в соревнованиях нынешнего тимонского переката? Если слово фристайл прозвучало, значит, там уже Тимофей. Что вы можете посоветовать жителям нашего региона? Почему этим? Ну, даже если не этим, ну, определенные черты характера должны здесь присутствовать в вашем виде спорта? Ну, каякинг дает возможность путешествовать, то есть навыки дают возможность попасть, ну, в такие места, куда, ну, знаете, как красиво смотреть, например, изнутри реки, каньон со стенками, которые уходят на 100 метров вверх. Ну, там никто больше не побывал, кто, ну, иначе туда не попасть. Например, например, вот, на забросках, когда мы едем до речки в разных горных системах, ну, красивейшие виды, это, ну, то есть, скажем так, вот стимул, например, такой. Плюс, ну, все-таки, вот как раз каякинги, регулярные тренировки, иначе, ну, не тренируешься, потерял форму, уже сложные препятствия, опасно ехать. Вот. Поэтому это поддержка себя в хорошей форме. То есть, это здоровый образ жизни, вот, это занятие спортом. То есть, причем, знаете, вот, да, спорт высших достижений, там, вот еще важно, вот сейчас парадигма меняется. То есть, если раньше, вот старые туристы, вот, спортивные, это преодоление. Высшая категория сложности мы преодолели, мы герои. А вот в современном каякинге подход больше катания для удовольствия. Вот есть термин для фана. То есть, 90% каякеров ходят в походы, катаются по речкам средней сложности, третья, четвертая категория, получают этого удовольствия, катаясь по ним уверенно. То есть, в голове мысль не как проехать порог и не утонуть, а как его проехать красиво, чтобы получить это удовольствие. Получить удовольствие. Вот. Мы стараемся и нашим воспитанникам вот это прививать. То есть, все делается для удовольствия, вот, при этом используя здоровье. Каякинг уже по серьезным категориям, по высшим, это уже, знаете, уже не любительский спорт. Он любительский, потому что он так называется, но подготовленным надо быть очень серьезным. Миша, сразу скажем, судейство какое у нас на наших соревнованиях? Насколько серьезно? У нас, как сказать, очень серьезное судейство, потому что наш судья, Лена Михайловна Лапина, Леточка, привет! Сразу хочет давно узнать. 15 лет судейства имеет категорию судейскую. Во-вторых, у нас сейчас введено онлайн-результаты. То есть, наши участники только закончили свою трассу, через две минуты, зайдя в свой телефон, могут увидеть свой результат. Мы уже не отстаем от жизни. И, в общем-то, не только наши участники, любой человек, имеющий мобильный телефон, смартфон, и доступ в интернет, может смотреть результаты в прямом эфире, по большому счету. Миша, эфира очень мало остается. Сейчас сколько участников в вашем клубе, кто хочет заниматься, сколько человек ориентировочно? И нужны ли новые? Мне тоже новые нужны. Новые очень нужны, скажем так, активных порядка 30 человек, неактивных, которые закончили, и продолжают это около 100 человек. Миш, где можно найти вас? Где вот сейчас нас послушали, мы хотим этим заниматься. Будем искать бассейн, будем все, но мы хотим заниматься. Ну, мы заходим в интернет, набираем в поиске «Тверь Каяк Клуб» или по-английски «Тверь Каяк Инг Тим». Есть у нас очень активная группа ВКонтакте, есть сайт, где есть все контакты, телефоны, электронная почта. Совершенно на сегодняшний день это несложно. Девочки, мальчики, есть девочки в этом виде спорта. Конечно, есть. Да, Тимофей, вот приходилось участвовать, да, где девчонки тоже соревновались? Да, на чемпионате мира много девчонок было. Я так думаю, уважаемые друзья, ну, совет от вас все услышали, давайте заниматься спортом, да, у нас очень много интересного. Вообще у нас спортивный город, как вы считаете? Ну, по гребле у нас, конечно, спортивный город. Надо просто оценивать по разным видам спорта. Гребля у нас Нет, вы только представляете гребли туда, мы говорим, чтобы город спортивный. Кстати, еще стоит отметить, что вот федерация гребли на байдарках Каноя нам помогает, чем может. За это им и лично Николаю Петровичу Ковалеву огромное спасибо, потому что с их стороны есть поддержка, и она нам очень помогает. Вот, и Тимофею, в частности, вот там много бюрократических моментов по спорту. Ну, куда без них, да. Нам коллеги из федерации очень помогают, за это им огромное спасибо. Уважаемые друзья, спасибо огромное за участие. А для начала давайте всех пригласим на тематский перекат в 11 часов дня фестиваль 43-й по счету на бурной воде. Пускай давайте вначале люди увидят, а потом, возможно, заразятся и приведут, если взрослые, своих детей, а может быть, сами взрослые захотят. Конечно. Мы готовы это делать. Мы готовы, что приходить можно не только в 1 часов, а можно прийти с 11 до 4 вечера. В любой момент времени что-то увидите. Не обязательно приходить в начале, потому что будут открытия. Если вы хотите приходить непосредственно в соревнования, то можно пройти попозже. Выбрать себе полчаса, не обязательно приходить на Саудей. Спасибо огромное. Удачи вам. Хорошей весны, хорошей бурной воды. Спасибо. До свидания. До свидания.